Приветствую! Сейчас мы с вами поговорим о том, как меняется политика государства в плане проведения мобилизации в Украине. И рассмотрим мы этот вопрос через призму привлечения к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Этот вопрос, он очень показательный, он отображает то, насколько серьезно государство воспринимает вопрос мобилизации в Украине и как сильно оно готово наказывать людей, которые уклоняются от мобилизации. И мы рассмотрим с вами приговоры, которые были вынесены еще в марте месяца 2024 года. И они очень показательны, несмотря на то, что это март, это уже, скажем так, давно было, еще до принятия закона. Но очень и очень показательная статистика, статистика, которой вы еще не видели. Итак, переходим к рассмотрению этого вопроса. Напомню, что ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена статьей 336 Уголовного кодекса Украины. И там есть только один вид наказания. От трех до пяти лет лишения свободы. И вот за март месяц 2024 года судебная система вынесла 106 приговоров. Во всей стране вы скажете, ну это не так уж много, что тут показательного, бывали месяцы и побольше. Действительно, вы правы, были месяцы, где было общее количество приговоров больше. Но вот что интересно. Сколько было вынесено реальных приговоров в марте месяце? 43. 43 реальных приговора. Таких цифр, такого соотношения никогда еще не было. Я отслеживаю судебную практику ежемесячно и цифры, вы эти можете отследить вместе со мной, да, ежемесячно делаю такие обзоры. Вдумайтесь, это 43% реальных приговоров. Можно вспомнить, что еще в самом начале, в 2022 году, судебная система выносила 4-5 реальных приговоров на 100 условных. То есть реально было только 4-5% реальных приговоров, а теперь количество их выросло, вдумайтесь, в 10 раз и составляет уже 43% от общего количества приговоров. Напомню, что реальный приговор от условного отличается тем, что когда человеку дают реальный приговор, его признают виновным, ему назначается наказание и он идет его отбывать. Когда мы говорим об условном приговоре, мы говорим о тех ситуациях, когда человека признают виновным, назначают наказание, но освобождают от отбывания наказания с испытательным сроком. Вот то, что мы называем условный приговор. Так вот, реальных приговоров 43. Это с учетом пересмотра апелляции. И, соответственно, считаем, что 43 человека идет реально отбывать наказание. 43%. Из этих 43 приговоров люди получили разное наказание. И вот сейчас мы об этом поговорим, кто и сколько лет получил. При том, что я уже сказал, что от 3 до 5 лет предусматривает санкция статьи 336. Но у судов есть право назначать меньшее наказание человеку. И вот статистика на сегодняшний день такая. Два приговора есть, где людям назначили 6 месяцев. То есть они будут лишены свободы, но на 6 месяцев, а не на 3 года. 5 приговоров, где людям назначили наказание в виде 1 года лишения свободы. 3 приговора там, где люди получили 1 год 6 месяцев. 31 приговор наказания установлено в виде 3 лет лишения свободы. 31 приговор. То есть основная часть приговоров к чему ведет? К тому, что человеку устанавливают наказание в виде 3 лет лишения свободы. Ну так, по минимуму, что называется. При этом есть 2 приговора, где людям дали по 5 лет. Но там это скорее связано с тем, что они шли сразу по 2 статьям. И там была часть 4 статьи 185, то есть кража во время, военное время. Соответственно, им 5 лет. Поэтому их в этом плане можно не учитывать. А ведь тем, кто шел только по одной, по 336 статье, больше 3 лет никому не дали. Хочу обратить ваше внимание на то, что в сети вы можете найти такую мысль, что, мол, вот лучше отказаться от мобилизации и, мол, получу условку. Вот есть люди, которые так думают. Почему? Потому что, ну, изначально в 22 году было реально больше условных приговоров. Действительно, основная часть там 90%, 95% это были условные приговоры. И люди решили, что, ну, мол, все равно будет условка. И вот здесь хочу этот миф развенчать. Нет, условки не будет. Ну, она возможна, она возможна, но она, как сказать, ну, не гарантируется. Вам ни один адвокат не может гарантировать, что вы получите условный срок. Нужно это понимать. Потому что решение принимает всегда судья. Какой бы хороший адвокат ни был, ну, не он принимает решение. И текущая статистика говорит нам о том, что если 43% людей получают реальные приговоры, то, ну, 43% это много, как вы понимаете. И сразу хочу перейти к следующему вопросу. А что будет с теми людьми, которые получили условно? Можно ли их призвать? Да, можно. И мы с такими ситуациями сталкивались, когда человек, уже имея приговор, получал повторно повестку на отправку. Ну, вот так. Вот такая реальность у нас, да. Вот так есть. Закон принципиально не запрещает призывать тех людей, которые на условке находятся. И если кто-то говорит, что, мол, а как же он будет там являться на пробацию, и все. Ну, этот вопрос в принципе решен. Да, для него сделают исключение, для этих людей, и все. Это абсолютно не препятствие для того, чтобы не призывать этих людей. Также хочу отметить, что все те приговоры, которые мы рассматриваем, они вынесены только после прохождения ВЛК. То есть без прохождения ВЛК приговоры по 336 статье не выносятся. Ну, есть исключение. Один приговор, он выносился, когда, если память мне не изменяет, уже в апреле. Я сделал по нему отдельное видео. Ну, и там, скажем так, уникальная ситуация. Это исключение из правил, которое вот мы берем просто как исключение, а не как тенденцию. Как новый закон повлиял на юридическую ответственность за уклонение от мобилизации, за неявку по повестке, за не обновление данных. Собственно говоря, никак. Вот просто никак. Потому что закон 36.33, бывший законопроект 10.449, вообще не содержит норм об ответственности. Они все содержатся в законопроекте 10.379, который на сегодняшний день прошел первое чтение. Текст его мы пока не знаем, он не опубликован. И, соответственно, мы ждем второго чтения, и тогда мы, наверное, узнаем, какая же будет новая ответственность. Но пока, на сегодняшний день, в связи с принятием законопроекта 10.449, никак вопрос ответственности не изменился. То есть с 18 мая, когда он там вступит в силу, ничего не поменяется в плане ответственности, если не будет принят другой закон. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.